Разное равно равное. Название говорит само за себя. Дети, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, особо нуждаются в поддержке и заботе. И также, как и другие, должны иметь возможность развивать свои таланты, проявлять способности и реализовываться как личность. Специалисты Гродненского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации поддерживают эту инициативу уже третий год. В 2020 году для детей с различными диагнозами был организован конкурс рисунков. В прошлом году – выставка фотографий. В этом году свой творческий потенциал смогли реализовать ребята, пишущие стихи, сказки и рассказы. Мы подготовили к изданию сборник произведений детей с инвалидностью. В сборнике собраны стихи, проза, маленькие рассказы. 108 детей приняли участие в издании этого сборника. Сегодня мы приехали в город Лида. Презентуем вот этот сборник произведений детского творчества в городе Лида. Сюда приглашены дети с Новогродка, Дятлова, Кареличи, Городного, близлежащие к городу Лида. И 6 числа, скажем, мы закончили в Волковойске. Акция «Разное равно равное» объединила детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем со всей Гродненской области. Лида стала третьей точкой, где была представлена их книга «Мы равные». До этого издание презентовалось в Ашмянах и Гродно. В наш город приехало более 20 юных авторов сборника поэзии и прозы в возрасте от 6 до 18 лет. У каждого из них серьезный недуг. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, ребята доказывают, что могут быть такими же целеустремленными, талантливыми и успешными, как их здоровые сверстники. Я написал произведение под названием «Укостра» с целью показать, точнее даже донести людям один интересный момент, что неизвестно от обстоятельств, каждый способен воплотить в реальность своей мечты, цели. И не стоит винить во всем обстоятельства, если они на самом деле никак не влияют на ваши желания, цели. Написал именно в форме рассуждения, потому что так будет, по моему мнению, лучше, если человек будет мыслить над этим произведением, а не получит уже готовую информацию. Так, я считаю, будет более продуктивно. Назвал именно так, потому что по названию можно многое представить, что может происходить у «Укостра». Зачастую это самые обычные посиделки или какие-то философские осуждения. Помимо самой презентации книги «Мы равные», организаторы праздничного мероприятия «Сильные духом» подготовили для его участников встречу с местными писателями современной белорусской литературы и анимационную программу. Родители юных авторов в это время тоже не скучали. Для них были организованы мастер-классы по рисованию зимнего пейзажа и изготовлению рождественского цветка. «Это я делаю первый раз. Техника акварельного валяния. Делаю рождественский цветок. Как бы это не сложно. Есть определенная последовательность действий. Вот. Работа довольно интересная. Я сам люблю работать руками. А время у меня есть. Я еще тут подправлю волочки. Вот. Настоящая звездочка». Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству дали возможность родителям освоить новые техники, отвлечься от повседневных хлопот, а также пообщаться друг с другом и обменяться полезной информацией. Доброжелательное отношение к детям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем в целом в республике и проведенное мероприятие в Лиде в частности – это то, что положительно отличает Беларусь от многих других стран. Уверена мама одного из таких ребят – Елена Зимина. «Каждый год, три года ездили в Беларусь. На лето в деревню мы приехали с юга. И сейчас в этом году мы переехали в Беларусь, потому что главным фактором для жизни я увидела, что это отношение к детям, к особенным детям. Ну и вообще, конечно, большая разница я ощутила. И мне очень нравится Беларусь. Сегодняшнее мероприятие вообще замечательное. Это подтверждает это все. Все и для родителей сделано, и детям подарили книжки, подарки. Дети очень довольны. Все замечательно». Праздничное мероприятие «Сильное духом» в Лиде завершилось совместным чаепитием и сладким столом. С подарками, новыми впечатлениями и незабываемыми эмоциями покидали ребята Лидский районный центр творчества детей и молодежи с уверенностью, что через год организаторы вновь удивят их необычной программой.